Эфириум Почему эфириум? Большинство сервисов, которые вы используете сегодня, имеет одну общую черту. Они централизованы. Например, ваш банк хранит ваши деньги, но за ним должны приглядывать независимые государственные органы, чтобы не допустить долупотребления с его стороны. Facebook следит за вами, когда вы загружаете фото своих детей. Или Dropbox, когда вы загружаете документ. Когда вы болеете, больница сохраняет ваши данные централизованно и обеспечивает их защиту. Как разработчик, вы обязаны отдавать свое приложение в App Store и сталкиваетесь с риском его принудительного удаления по множеству абсурдных причин. История снова и снова учит нас, что такой подход ущербен, но необходим во множестве случаев, когда нет доверия к участникам операции. До сих пор не существовала реализация автоматического отбора участников сети, или они были слишком сложными и неэффективными. Также стоит упомянуть, что все централизованные системы легко уязвимы, ввиду наличия единой точки отказа, как бренд Мауэр или веб-сайт. Приложение, построенное на Ethereum, не требует от пользователя доверять свои данные или личные средства разработчику или кому-либо. В Ethereum ваша персональная информация остается вашей, ваши средства остаются в вашем распоряжении, а ваш контент всегда был и будет вашим. Способы применения Ethereum — это платформа для разработки приложений, и то, что может быть построено на Ethereum, ограничено только воображением разработчиков. Эта технология может быть использована для множества различных приложений. Во-первых, это частные деньги. Представьте, что вы художник, и хотите поддержать свое творчество путем выпуска некоторых частных бондов. Если другой человек считает нужным поддержать этого художника, он приобретает эти ценные бумаги, технически инвестируя в этого человека и проводя его личное IPO. Миллионы таких ценных бумаг торгуются на децентрализованных биржах, представляя вашу объективную ценность как художника, позволяя вам обменивать эти ценные бумаги на другие ценности, включая обычные деньги. Эфирма упрощает создание собственных цифровых знаков отличия, которыми можно награждать своих пользователей за действия, даже вне рамок сети, как, например, Check-in for Square или участие в коллективных вычислениях. Представьте, как могут измениться отношения между потребителями и торговыми сетями, если вместо фиктивных бонусов сети будут начислять такие криптознаки, которые можно будет легко обменять на продукты и услуги на распределенных рынках, или, например, на другие более нужные вам знаки, например, Авиамиль, выбранная вами авиакомпанией. Сегодня, когда вы хотите поддержать творчество музыканта, на Фейсбуке вы нажимаете лайк, отмечая его популярность. Однако ваше внимание приносит доход не музыканту и не вам, а Фейсбук, который разместит рекламу рядом с популярным артистом. Эфириум и первые поклонники, и автор музыки, и все поддерживающие его получат вознаграждение за поддержку популярного музыканта. Это совершенно новая модель, которая ранее не существовала, и она может существенно переопределить существующий сегодня интернет-рынок контента. Другой, не менее успешный способ применения платформы Эфириум – это приложения, которые сегодня не могут обойтись без посредника. Пользователям надоело платить за облачные комиссионы таким компаниям, как eBay, Kickstarter или Airbnb. В однорамливых сетях существование посредника возможно только когда он приносит пользу, как, например, страхуют отношения. Они просто позволяют двум участникам общаться друг с другом. В распределенном Kickstarter пользователи не просто получат продукт, который быстро устареет, или глупую майку. За свое финансирование стартапа они получат выгоду от его дальнейшей деятельности. Третий тип приложений – финансовые инструменты, как, например, виртуальная кредитная организация, где вы можете получать кредит, и в случае его невозврата будете приговорены к позорному столбу. Другими словами, деньги в обмен на репутацию, а не под залог имуществом. Эта концепция финансирования получила широчайшее распространение в странах третьего мира, где компании, занимающиеся микрофинансированием, почти не сталкиваются с невозвратом кредитов. Эфириум позволяет расширить этот принцип на миллионные интернет-сообщества, и именно поэтому мы предлагаем революцию микрокредитирования не только в странах третьего мира. Эфириум не ограничен применением только в области финансовой кредитной системы. Любой пользователь может выпустить собственные акции, бонды, деривитивы или контракты на разницу цен. Возможно, приложения Эфириум, которые получат наибольшее влияние на будущее мира, пока не придуманы. Как, например, социальные сети не сразу были приняты и осознаны интернет-сообществом, и им еще только предстоит появиться. Потребуется, вероятно, несколько лет, чтобы они появились и заняли свое место на рынке, как, например, микроблоги. Так это работает. В сердце Эфириум вы найдете технологию блокчейн. Централизованные приложения заслуживают доверие благодаря использованию сложных систем защиты и квалификации эксплуатационных команд, которые должны очень хорошо выполнять свою работу. Напротив, блокчейн использует другую модель, где доверие может быть получено на основе открытой сети. Биткоин стал первой цифровой валютой и сейчас является наиболее известным приложением, использующим блокчейн. Эфириум делает эту технологию применимой практически для любой цели. Для чего-либо, что может быть выражено математически, промоделировано, защищено и чем можно обмениваться так же, как и биткоином, не прибегая к услугам банка или другого центрального органа, обеспечивающего сохранность и защищенность ваших средств. В Эфириум ваша персональная информация, ваша личность и ваши средства находятся под постоянной защитой. В Эфириум разработчики пишут бизнес-логику путем создания контрактов. Контракты – это программные сущности, реализующие последовательность шагов, каждый раз, когда они получают сообщение, называемое транзакцией. Контракты могут сохранять данные, получать и отправлять транзакции, а также взаимодействовать с другими контрактами вне зависимости от чьей-либо воли. Они обслуживаются сетью и написаны на языке программирования, которое покажется знакомым практически любому разработчику. Поскольку интерфейсы контрактов, которые работают в сети Эфириум, также распределены, как разработчику вам совершенно не нужна инфраструктура для установки и распространения ваших приложений. Поскольку заинтересованность является неотъемлемой частью протокола, ваши приложения также будут невосприимчивы к ДОС-атакам. Будущее В будущем приложения Эфириум станут основой для DAO или распределенных автономных организаций. Такие организации состоят из одного или нескольких контрактов, поддерживаемых группой единомышленников. Они могут работать как совершенно открытая и независимая организация без человеческого вмешательства, включая своих основателей. Такая система будет существовать в сети столько, сколько будет в состоянии обеспечивать свое существование и приносить пользу своим заказчикам. Вы можете представить Эфириум как программируемую распределенную сеть. Эфириум своей архитектурой, в которой заложены средства защиты от мошенничества и саботажа, является новой платформой для решения повседневных задач и проблем, которые до сегодня считались сложными и дорогостоящими. Машины для голосования, регистрация доменных имен, визирование юридических документов, медицинское программное обеспечение, передача товаров и услуг, собственности между участниками сети, договора между частными лицами, рейтинговые системы и финансовые деривитивы. Все эти приложения могут быть построены в единой сети, где пользователи сохраняют контроль над своей собственностью и личной информацией, постоянно и навсегда. Эфириум не ставит под сомнение ценность созданных систем. Он предлагает другой путь их реализации. Безусловно, нам предстоит решить множество проблем в таком амбициозном проекте. И именно поэтому мы собрали выдающуюся команду экспертов, которые смогут создать эфириум. Так, например, Нейл Коблиц, создатель алгоритма эллиптического криптомеханизма, используемого в биткоин. А также Ральф Меркель, один из создателей криптографии. Субтитры создавал DimaTorzok